Субтитры создавал DimaTorzok Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та прогнози на майбутнє. З нами політичний експерт Андрій Клячин. Андрій Клячин – політичний експерт. Освіта – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат наук. Протягом багатьох років є консультантом відомих політиків. Одружений хобі, кіно, спортзал. Андрій, радий вітати вас у нашій студії. Перше питання – загострення ситуації на Донбасі. Той бій, що був у п'яту річницю Дебальцево. Чим це обомолено? Що це було насправді? Це продовження того процесу, о котором ми нескільки місяців тому з вами говорили. Це було з Донбасом. Це було з можливостю перемірия, трудовоїць, виборів. Тобто на сьогоднішній день російська сторона, таким образом, це не дуже культурно буде сказано, держит українську, в частности, висших лиц, президента всіх, а остальних на такому, можна сказати, поводке, подіргивая його іноді з той точки зрення, що договорінності, які озвучуються, вони, вроде б, имеють перспективу і имеють отвод військ в той чи іному форматі, вибори, але як тільки стоїть президенту, представителю української власні, його офісу, можна сказатися о тому, що є конкретні сроки, конкретні сектора отвода, чи конкретні сроки виборів, на, подчеркиваються, на українських условіх, т.е. з учетом грани, координації контроля за границей, тут же йде определенна ескалація, в данному віде, в даному віде, вона була приурочена к определенному дню, вона була жожче, можливо, там є ряд причин внутренних, які дають понять, що люба договорінності, вона буде окончательна, тільки якщо Україна підійде ще на определенні уступки, т.е. А як це може бути уступки? Те, що Россія називає Минськом со своєї сторони, коли те же самі выборы происходять, допустим, вони вровень пройдуть осенью, без чіткого понимання того, що контролюється границі, без решення всіх цих вопросів ключових, т.е. коли то ж ЄС не скажуть, що там границі контролюється, все вже добре. Соответственно, це така, ну, так, игра на нервах, которая, можливо, не має якого-то чіткого плана, т.е. сегодня обострення, завтра ще обострення, або наоборот, а це має цель, знаєте, така, пістоянна демонстрація того, що в любой момент може, скажімо так, ситуацію по той стороні блокпосту може цю ситуацію змінити обратна сторона, да, під видом боєвіков, але, тим не мене, ми розуміємо, хто цю ситуацію контролює. Тому, в принципі, вот этот процес, он, с другой стороны, немножко Зеленського качнув і з точки зрения внутріній, скажімо так, внутріукраїнської оппозиції, т.е. коли це дало можливість говорити о тому, що, ну, понятно, ключовий віктор Зеленського – мир, да, т.е. він пітається освобождення, заводників мір. Та, т.е. це є, да, відповідно, ситуація, с одной стороны, демонстрація, що буде відбуватись з сторони, називаємо так, от оккупуванних територій, з іншої сторони – це можливість для того, щоб внутріполитична ситуація починала обостряться, т.е. коли президенту буде говорити, що ти нічого не добився, все, що ти зробив, це уступки Росії, посмотри, к чому це може привести, завтра оккупують всю страну. Соответственно, ну, це тактика, коли оппонент, президент данной країни, він, під ним качається кресло, оно ж не просто може качатися, його можуть качати напрямую, т.е. його можуть качати під определенну повістку дня, виставлять, т.е. на сьогоднішній день на повістку дня то, що у Зеленського не получается, є угроза сдачі позиції, перехода красних линий, називайте як угодно, т.е. це дуже вигодна тема для того, щоб подрывати вот этот вот самый авторитет Зеленського. Т.е. а коли ми понимаємо, що подрывається рейтинг президента, чим ниже рейтинг, тим менше у нього самостоятельності. Це завжди вигодно в противоположной стороні. т.е. так действували другие країни, називемо их так, коли був Леонид Кучма, уж наскільки крепко він знаходився в своєму кресле, тим не мене розшатування було. Т.е. це такий процес, який не прямо, може, многим це не видно простым зрителям, на самом деле це розшатування вот этого кресла под Зеленським, тим, соответственно, чим більше кресла шатається, тим менше у вас самостоятельності. Ви думаєте, як удержатись, а не о том, як продовжать делать то, що ви почали. Тому ось этот процес імеє два направлення. Пане Андрій, ви згадали про Мінські домовленості. Зараз якраз п'ята річниця, Мінську-2, так званого, те, на що всі наголошують. Яка їх доля, з вашої точки зору? Пацієнт, скоріше живий, скоріше мертвий. І є Мінські домовленості, які розуміються Україною, як вони розуміються, є. Я так розумію Росію. Чи, можливо, якийсь консенсус? Франкенштейн такий, да? Франкенштейн, як Франкенштейн. Да, Франкенштейн, який буде слеплено з різних понімань, тобто, о чому йде річ. Ну, знаєте, якщо б пацієнт був, скоріше жив, т.е. пацієнт знаходиться тут, т.е. він зафіксирован. Т.е. все о ньому говорять, все к нему апеллирують, що ось він, ось вони, Мінські домовленості, ось тут. А якщо б він був жив, не потрібно були встречи в нормандському форматі, в яких то, що ця встреча відбувала, ви вже відбуваєте, це відбувається як би досяженням президента. Т.е. якщо б пацієнт був більш жив, то ми був решали зараз техніческий вопрос. Украина, з западними партнерами, з Росією. Т.е. поскольку ми решаємо не техніческий вопрос отвода войск, обрати внимание, вот эти вещи с отводом войск, как-то вот они в информационному полі подисчезли, непонятно, где, как, таки отвели, не отвели, і наскільки. Т.е. це вже інформація така. Соответственно, пацієнт в дуже тяжелом состояниї, т.е. каждый раз собирается консилиум, ну давайте так, если метафорами говорить, из лучших врачей мира, т.е. приїжджають представители номеранського формата, и то добиться, ну то есть, краткое улучшение на словах, и потом снова этот процесс стопориться. Поэтому мы ждем следующего консилиума, то, о чем говорят офис президента, все, что вот эта встреча в номеранському формате, и то, чему сейчас Россия опять как-то противится. Ждем вот этой встречи в надежде, что произойдет условное чудо, условный Франкенштейн, хотя и вот конфигурацию мне трудно даже предположить. Т.е. пока все встречи упирались в то, что невозможно сшить вот эти вот две вещи. Т.е. если начнется все сшиваться по российским условиям, то неизбежен внутриукраинский кризис, когда власть будет обвинена в сдаче национальных интересов, в измене и со всеми далеко идущими последствиями, не дай бог там массовыми выступлениями, но вы понимаете, что в нынешних условиях чем это будет чревато, да, столкновением людей. Т.е. не капитуляции, да, хотя там привит такие будут. Т.е. да, но это, скажем так, не было еще, точка кипения еще не пришла, поскольку явного прошла встреча в номеранском формате, и как бы капитуляции полной не произошло, никто там особо не заметил экономических моментов, там, связанных там с нефтегазовой, там, с электричеством и так далее, но так идеологического не произошло, капитуляции, поэтому это движение заснуло на некоторое время, но в сегодняшней ситуации и напряженности политической, эмоциональной, и оружие, ну, который раз повторяется, на руках, и куча людей заинтересованных, в принципе, в переделе власти в Украине, то есть любое, даже благое движение, антикапитуляция, ну, предполагаем изначально, что это движение во благо, хорошо, но любое движение, если оно будет подкреплено разгневанными людьми, призывами к свержению власти, пусть даже плохой, например, оружием всем остальным, это явная дестабилизация в Украине, поэтому вот в данной ситуации, ну, любой, скажем так, подобный Франкенштейн на русских условиях, на российских условиях, хоть на каких-то российских условиях, хоть какая-то уступка, это внутриполитический кризис здесь, я не знаю, готова к нему власть или нет, пока что у меня такое ощущение, что даже на примере коронавируса проигрывается даже информационная война, да не война, даже информационная, вот то, что мы сегодня видим, людям просто не объяснили, что происходит на самом деле. А представьте себе, что будет серьезно, не дай бог, внутриполитический кризис, Я не думаю, что Вась к нему на сегодняшний день информационно готов. В силовом порядке не знаю, не хочу даже предполагать честно говоря. Вариант чисто на украинских условиях Франкенштейн, ну, это потребует от Украины еще каких-то уступков России где-то в другом плане, потому что весь исторический опыт, весь сегодняшний опыт говорит о том, что если у Российской Федерации что-то есть в руках, то она это, скажем так, просто так не отдаст. До речи, мы так згадали трешки, что одни из умов мінских договоренностей, это были выборы на течение Донбасса, на неподконтрольную. У минулого года достаточно много говорили, что выборы у нас и по ту сторону блокпосты, если можно так сказать, пройдут одночасно. Чи есть возможность проведения местных выборов на неподконтрольную территорию Донбасса? Прогноз неблагодарное дело. Послушал я главу нового главу офиса. Он считает, что возможно. Человек серьезный. Ну, до речи, он занимался самыми домовленостями с Россией, с США. Вин, наверное, больше, чем в предыдущей теме, что называется. Да, мы с вами этой темой касались при нашей прошлой встрече, что одно дело глобальные некие договоренности, другое дело техническая реализация на месте. Тем более, с точки зрения России, всегда можно сказать, что если что-то не получается технически, там вот начинаются обстрелы почему-то, или начинается срыв выборов, или там начинаются еще какие-то ненужные вещи, всегда можно сказать, что это не мы, это вот там в очередной раз простые люди, жители Донбасса, они вот недовольны, они бунтуют что-то еще. Вот. Но, опять же, мы с вами о том и говорили, если уже процесс пойдет, то как бы не нарушала, не нарушали правила та сторона, остановить его будет невозможно. Потому что та сторона всегда может сослаться, что это непонятные бандиты, а нам ссылаться не на кого. То есть, если мы скажем, окей, выборы, значит, даже если там начнутся какие-то, скажем так, на местах невыполнения условий, мы обратно сказать-то нет, мы не согласны, мы это все дело, скажем так, откатываем обратно, не получится, потому что это позиция страны будет. Понимаете? То есть, мы не можем себе позволить вести себя как условно неуправляемый, там, сепаратист и стоистов. Поэтому это очень щепетельный вопрос. В целом, возможно, точка зрения Ермака в том, что, возможно, об этом договориться на высшем уровне, но я не исключаю, что он до конца не видит ситуации вот там вот внутри на низовом уровне, поэтому недооценивает возможность, как сказать, что обратная сторона не выполнит своих условий. То есть, поэтому тогда эти выборы могут превратиться, могут поставлены, самая большая проблема, когда выборы ставятся под сомнение. То есть, представьте, если там начинается процесс на каких-то условиях, там, допустим, нет возможности, не будет возможности из-за криминогенной ситуации любой другой украинским партиям принять участие, украинские партии скажут, мы вообще бойкотируем эти местные выборы, соответственно, они нелегитимны. Эта страна будет говорить легитимны, что с этой воспалившейся еще большей опухолью будут делать. То есть, получится, что вся Украина, все украинские партии говорят, нет, выборы не прошли, мы вообще их не признаем. Та сторона говорит, нет, мы всех своих людей повыбирали, мы их признаем. В этой ситуации, что будет делать президент, правительство, офис президента, это будет неразрешимая вещь. То есть, они должны будут тогда четко сказать, мы признаем эти выборы или нет. Если все украинские партии их не признают, то, извините, это еще один такой же кризис. То есть, в этом смысле, офис президента, президент в этой ситуации в определенной ловушке. И, я не знаю, наверняка понимает Ермак, глава офиса президента, что если он скажет выбором быть на определенных территориях, то они уже двумя руками в этом камкане. Если они смогут выпрыгнуть, все признают эти выборы, хорошо, если не выпрыгнуть, то власть окажется в таком капкане, из которого и вылезти будет, опять же, метафорически говоря, или ногу отрезать, ну то есть, или не выбраться из этой ловушки совсем. Поэтому, в данном случае, уверенность глава офиса, она несет в себя определенную угрозу минозамедленного действия, что потом невозможно будет определить. Ну, до речи, за вашим досвідом, все-таки вы принимали участь не в одной выборчей кампании, до дня голосования осталось 3-х и больше, чем пів года. Наверное, уявим, что стакан наполовину полный, да, будем позитивно до этого подходить. Технічно, возможно, организовать в таких условиях саме выборчий процесс и сам день голосования? Ну, то, что даже в лучших условиях, если будут, я больше, чем уверен, что часть, там, дельность по тем или иным причинам не откроется, но это вот, даже в ситуации мирной, там были самые-самые разные технические вопросы. Иногда, действительно технические, иногда из-за того, что кто-то был заинтересован либо сорвать выборы, либо повлиять на выборы. То есть сейчас это никуда не девается. Техника не стала, ну, не стала современней в тех местах, где ее и раньше не было. Люди, которые в этой ситуации захотят решить выборы в свою сторону, они тоже никуда не делись. Их методы никуда не делись. Плюс неспокойная ситуация, неполный контроль власти. Я думаю, за полгода, даже если границу отдадут под контроль, полностью навести порядок, не будет возможности. Даже если, представим оптимистично, Россия действительно, там, отходит, да. Там все равно останутся местные, те, кто не успеет убежать, там, или еще куда-то, местные представители криминалитета. Да, да, то есть, которые, ну, скажем так, не просто те, кто там были, а представители криминалитета и так далее. Те, кто будут понимать, что это шанс легитимизироваться, как минимум лично, каким-то образом. Соответственно, плюс ко всем этим методам еще будет неспокойная ситуация. Поэтому это практически невозможно. В полной мере я, вот в полной мере, чтобы все было хорошо за такой короткий срок, тем более, что еще не наведен порядок, не принято принципиальное решение. Вы поняли, что не будет принято завтра. Вот. И оттуда, опять же, возникает момент, о котором я говорил, легитимность. То есть, одни будут говорить, мы тут власть, нас выбрали люди, наши партии будут говорить, нас туда вообще не пустили. Мы туда попытались там зайти зарегистрироваться, и нашей жизни угрожала опасность. А попытались агитировать, так вообще все. А не дай бог, мы зайдем, наши депутаты, в какой-то местный совет, где будет большинство, скажем так, вчерашних... ДНР, ДНР. Да, ДНР, ДНР. Мы вообще не представляем, как там вообще вести сферу. Поэтому здесь будет вот такое быстрое проведение, ну, такое проведение выборов, но, скажем так, в полной мере организованной демократически 100% не будет. Более того, еще один момент будет. Те, кто объективно, даже если все будет хорошо, голосоваться, ну, я имею в виду, честно, нормально, те партии, которые не пройдут, по объективным причинам, у них всегда будет возможность сказать, нас там гнобили, унижали, мы не прошли не потому, что за нас не проголосовали, а мы не прошли потому, что там такая вот ситуация. То есть, если это будет подхвачено лидерами партий, то это еще будет одна проблема. То есть, в данном случае, к сожалению, мы говорим о таком количестве проблем, которые, ну, можно, к сожалению, с уверенностью говорить, что вот все гладко, там не будет, даже если глобально будет договоренность, что да, проводим выборы. Андрей, вот у нас все-таки местные выборы на 99% вергиднейших отбудутся. Отбудутся, причем за новым выборчим законодавством. З вашей точки зрения, выборчий кодекс, который начался делать в этом году, является более прогрессивным, или нет? И вот эта норма, о которой много говорили, увеличение заставы в десятки разов для партий и кандидатов на посаду местного глава, она так же, как это, добрая, плохая? Ну, первое, что наверняка будут еще изменения, поскольку кодекс сырой даже в некоторых определенных местах противоречит друг другу, друг другу, кстати, во-вторых, я думаю, многие лидеры партии будут еще настаивать, чтобы были изменения. По поводу, теперь по поводу четкой прогрессивности, ну, это достаточно общее понятие, прогрессивный вопрос, скажем так, насколько будет воевывание грамотян, враховано, что ставится на первый план? Ну, якобы убирается мажоритарка, то есть подкубно, при этом люди могут проголосовать, это не закрытый, как бы, список, люди не только за партию голосуют, за конкретного кандидата. Ну, на самом деле, ну, я попытаюсь вкратце буквально рассказать, потому что даже многие эксперты, скажем так, очень не до конца разобрались в каких-то нюансах, поэтому очень трудно будет на слух зрителям воспринять. Дело в том, что есть, четко делятся города на 90 тысяч минус, пока что, пока что, 90 тысяч плюс. По поводу залога, сразу, чтобы мы о деньгах не забыли, увеличение количества денег, это как бы для ответственности кандидатов, но, с другой стороны, это вещь, которая действительно ставит под вопрос участие небольших партий. То есть, большое число партий, которые там брали 3, 4, 5, 6 процентов, для них это будет большая проблема. Если, не дай бог, будет внесена еще какая-нибудь поправка, типа, партия обязана зарегистрироваться, чтобы принять участие в одних местных выборах где-то по нескольку областям, то это очень внушительная сумма, которая маленькая партия или региональная, допустим, будет возможность региональным партиям выйти на первый план во многих регионах и заменить собой часть разочаровавшихся в больших партиях. Так вот, если при таких заставах, если еще будет принцип, ты должен быть заплатить это все за списки в 10-20 областях, не получив там ничего, это местная партия, то это поставит крест на местных партиях. А будут работать до какого-то солигарха, который хочет остаться? Да, да, вот вам как бы первое. Но пока что нет, пока что нет требования, что по многим областям, пока что как бы живем. Дальше ситуация, города минус 90 тысяч, это в принципе мажоритарка, то есть партии могут выставлять людей, но там возможно с самого движения люди голосуют за людей. То есть эта мажоритарочка остается, только сменяется то, что в одном округе мы голосуем не за одного, а первые условно три места выходят. То есть та же специфика будет партийная, да, то есть партийная и мажоритарная. То есть партия будет поддерживать каким-то образом, а мажоритарщики будут каким-то образом работать с избирателями, назовем это так. Единственное, что округ увеличивается. То есть если раньше он работал там с небольшим округом своим, то теперь выходят три человека, но от округа большого, да, то есть нужно будет. Соответственно не уходит этот минус. Что касается городов, мэров, ну, мэров та же ситуация, города 90 плюс, там вообще ситуация, акцент в сторону партии. Населенные пункты делятся на округа, от которых выходят несколько человек. Соответственно, но партия составляет общий список городской по каждому округу. Уже после выборов рассчитывается квота, сколько нужно в округе набрать, чтобы от этой партии зашел человек. Там один, два, три. Это после выборов. Потому что это считается от числа проголосовавших за прошедшие партии преодолевшие. То есть после выборов будет определяться, сколько нужно было набрать, чтобы пройти. Соответственно, если бюллетень будет партии, 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 а потом поставить номер кандидата от этой партии, то я вас уверяю, что есть, по-моему, в Словакии такая система, что там личности отмечают, по-моему, до 20%. То есть большинство голосов уйдет за партии. То есть тем, кто захочет, чтобы проголосовали конкретно еще за кандидата, придется работать не на городском округе, а будет, допустим, Днепр из шести или восьми округов. То есть ему придется работать как народному депутату, то есть в этом же объеме, чтобы его увидели под партией и не перепутали, что сначала за партию именно эту, потом за него. Соответственно, это открывает путь к тому, что многие личности не будут набирать необходимое количество голосов, и в Горсовет будет заходить, если в округе много набрали, от округа люди по ранжиру принятому партии. А если маленькая партия, и она в округах мало набирает, то есть, ну, бывает такое, переходит она 5% барьер, в округах мало, то в Горсовет будут попадать люди, которые в общем городском списке, соответственно, по ранжиру. И там, и там это факт закрытый список. Поэтому эта система резюмира, это система, по которой вы, когда, как избиратель, когда идете голосовать, вы максимум можете проконтролировать по итогу, прошла ли ваша партия или нет. А прошел ли ваш кандидат, это будет считаться потом, исходя из квот, внутри партийных квот. То есть, короче говоря, вы, голосуя за кого угодно, как избиратель, вообще не в курсе дела того, как сложилась судьба и смогли ли вы повлиять на вашего кандидата. Поэтому здесь де юра делается уклон в открытость списков, де факто происходит ситуация, когда, ну, по реальной ситуации мы можем получить уклон в закрытые списки, в силу того, что составители, авторы этого кодекса, они наверняка схемы рассматривали с точки зрения развития демократии, но не учли того, что мы работаем с конкретными избирателями, и любить нужно конкретного избирателя. Если избиратель не понимает, как голосовать, то какую систему, то есть, если он теряется даже просто, где поставить галочку, то подобная система, она как бы его все-таки отдаляет от результата и, соответственно, уменьшает его интерес в происходящем. Поэтому мне трудно вам ответить, насколько прогрессивно. С точки зрения теоретической схемы, да, с точки зрения того, какая реальная ситуация, что люди не будут понимать вообще, за кого они лично проголосовали, это минус. То есть, это было бы прогрессивно, но это принято без понимания того, что уровень наших избирателей, в том числе всех, я никого не обижаю, нас таков, что очень трудно будет, скажем так, волеизъявления полностью свое правильно проявить. Потому что вы можете проголосовать, например, за одну партию, а потом за любимого человека, там, депутата, поставить номер, а он под этим номером в другой партии. Все, до свидания, вы будете думать, вы за него проголосовали, вы за него не проголосовали. Андрей, почему мы фактически не знаем, кто будет представлять партию на местах? В первую очередь, я говорю про партию влады, слуга народу. Фактически не знаем, кто это люди. Наверное, мало кто знает, кто сейчас в Верховной Раде. Вот, в вопросе есть ответ, то есть, если не всех знают, кто в Верховной Раде, то, соответственно, здесь тем более. Поэтому в данном случае, вот для партии власти, если она сохранит более-менее высокий рейтинг, это будут закрыты списки. То есть, это ситуация, когда в округах будут составлены списки, в городе составлен список, люди будут голосовать только за партию, не за кандидатов, и они по заранее установленному партия наберет просто за себя голоса. Вот, от одного округа идет там пять человек, да. Вот они как выстроились по решению Совета партии, да, в Петербург, вот они и идут. Кто они, что они, естественно, знать никто не будет. Соответственно, кто-то придет от городского, кто-то от окружного. Вот, соответственно, для, ну, я еще раз, тот, кто захочет быть, выдвигаться от партии, при этом получать больше голосов, да, тот вынужден будет затратить очень большие ресурсы. Это будут выборы, как народного депутата по количеству, практически по количеству голосов. А малые партии, да, в этом смысле... Поэтому, а питаний еще много, Филатову, есть альтернатива на местных выборах? Электорально пока нет. Кто может стать его конкурентом? Вы знаете, я на этот вопрос отвечал, там, тоже в одном из интервью, где-то с полгода назад, я говорю, что кто угодно. То есть вопрос в том, мы прекрасно понимаем, что должны быть определенные политические и финансовые силы, которые будут заинтересованы в альтернативе, которые они будут, как бы, продвигать, поддерживать. Это люди вполне, я думаю, рациональные, они, прежде всего, подумают, нужно все-таки договороспособен ли Филатов, для того, чтобы идти, как бы, согласованным кандидатом. Либо стоит тратить ресурсы на то, чтобы расследить кого-то вот альтернативно нового. Альтернативы в силу разных причин пока нет, в силу того, что Днепр достаточно город, как бы, так, терпеливый, несмотря ни на что, несмотря на что происходящее, и достаточно трудно воспринимает тут новых людей. То есть должна быть концептуальная альтернатива, которая очень понятная, вот альтернатива реальная со всеми вещами, которую будет достаточно агрессивно продвигать. Времени очень мало. Всегда можно будет сказать, что наш мэр что-то делает, да, он хорошо делает, поэтому на сегодняшний день, отвечая уже резюмирую ответ на ваш вопрос, электорально на сегодняшний день альтернативы нет. Она может быть, если, ну, скажем так, найдется человек и силы, которые принципиально будут его продвигать. Пока никто, почему так происходит? Толком никто альтернативу не придумал, не сформулировал и не продвигает. Поэтому, то есть это не только заслуга Филатова, а только заслуга, вернее, вина тех, кто этого не делает. Что ж, я вам дякую за эту разговору. Нагадаю, сегодня мы спілкувались с политическим экспертом Андреем Клячиным. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин